Рыбаки Задымились Камчатские горы, Над Авочинской бухтой туман. Ветер с морем ведет разговоры, Шелестит пожелтевший бурьян. Пусть грохочет волна навесная. У открытого устья реки Серебристая плавает стая, Там закинули сеть рыбаки. С песней звонкой работают дружно, Льется свежая рыба в кунгас. Ведь ловцам раньше времени Нужно перевыполнить фронта заказ, Дать улов тем, кто смелой и правой Бой ведет с кровожадной ордой, Чтобы знамя стахановской славы Пронести над Камчаткой родной. Надо жизни своей, не жалея, Все отдать для разгрома врагов. Веселее рыбаки, веселее, Завтра будет богаче улов. Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Идет Великий пост. Именно поэтому всю прошлую неделю Меня не было вживе на просторах Ютуба, Потому что первая и последняя неделя поста Обычно самые строгие. На время поста я решил отказаться От пользования социальной сетью Фейсбук, Ограничившись лишь Неразвлекательными роликами на Ютубе. Но и до этого Меня можно было редко увидеть на этом самом канале. Почему, спросите вы? Да все потому, что я готовил очередную книгу. Вот она, эта книга. Камчатка, 1941-1945 годы, военные годы, в газетной строке. Несколько месяцев мы с женою работали с подшивками пожелтевших газет военного времени, Не только Камчатской правды, но и всех районных газет полуострова, выходивших в те годы. Всех, без исключения районных газет, перечислю их. Это «Алюдская звезда», «Большевистский путь», «За колхозную жизнь», «За новую жизнь», «Камчатский колхозник», «Корягский большевик», «Знамя Сталина», «Полярная звезда», «Сталинец» и «Ударник». Таким образом, получилась 440-страничная книга, сборник выбранных газетных публикаций, Рассказывающих не только о труде камчатцев в годы войны, И Великой Отечественной войны, и войны с японцами, но и о их повседневном быте. Давайте посмотрим несколько моментов работ над этим самым сборником. Кстати, сборник выйдет в свет уже в конце апреля. То есть, как говорится, «Дорогое яичко». Продолжение вы сами знаете. Итак, смотрим, как рождалась эта книга. «Дорогое яичко» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Австралия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сегодня я работаю с подшивкой газеты «Знамя Сталина», выходившие во время войны в Оссоре, в столице Карагинского района. Кстати, до меня с подшивкой этой газеты последний раз работали в 1971 году, так что прошло почти полвека с того времени, как кто-то прикасался к этим пожелтевшим страницам. Вот так выглядит шапка первого номера газеты «Знамя Сталина». 1 января 1943 года. Номер 1. А с начала выхода газеты номер 109, потому что газета «Знамя Сталина» начала выходить в самом конце 1941 года. «Знамя Сталина». Ищу материалы, которые мы можем использовать. Вот этот материал вполне годится для использования. это у нас 6 января номер 2, газета «Сталинец». Газета «Не Сталинец», газета «Знамя Сталина». Статья называется «Патриотизм семьи Тарабарка». Я беру этот файл, открываю его в программе Adobe Photoshop. Сразу пересохраняю его в папку 1943 года. Да что ж такое, по ошибке нажал на вкладку «Программы» вместо вкладки «Документы». Как всё медленно. Хотя вроде и компьютер мощный. Но почему-то ему это не нравится. Сохраняю. Сохраняю в максимальном качестве. Теперь вырезаю именно эту статью с небольшим запасом. Увеличиваю яркость и контрастность. Кривыми. Выравниваю. Немного выравниваю. Убираю ненужное. Таким образом я готовлю картинку для распознавания. Потому что я не люблю набирать в рукопашную. Сохраняю. Немножко отодвигаю одну колонку в сторону. Сохраняю. Сохраняю. Теперь отправляю файл в программу «Файнридер» для распознавания. Старые газетные публикации распознаются достаточно плохо. Приходится каждый раз контролировать. Приходится каждый раз контролировать. Полностью убираю стиль распознавания. Копирую и вставляю в новое окно. В одном окне еще открываю оригинал и начинаю сверять текст. Колхоз называется Турвине. Обязательно йофицирую. Привожу к единому написанию. Числовые значения. Уфицирую. Уфицирую. Большую часть, Вот вы сами видите, каким образом распознаётся старая газетная публикация. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok После удара дрыгалки котик пытался подниматься, но проворный. С комсомольской хваткой Бадаева гна, набросившись с ножом, немедленно докончил зверя. Через пять минут забойная площадка была завалена убитыми котиками. Она напоминает поле битвы за нашу родину, говорит секретарь парторганизации товарищ Бадаев. На этой жизнерадостной ноте, повествующей о трудовом подвиге жителей острова Беринга в годы Великой Отечественной войны, и завершается мой сегодняшний видеодневничок. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится узнавать от меня о новых книгах, если вам нравится знакомиться с историей полуострова. А если вы Абрамы, родства непомнящие, ставьте дизлайки, от меня не убудет. Пишите комментарии. А если вы здесь впервые, то вот здесь, видите, в правом нижнем углу экрана появилась подсказка. Выполните то, что она вам советует. До свидания.